Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. И как в прошлый раз мы обещали, сегодня приступим к разбору списка, из которого состоит практически вся вторая глава, списка тех евреев, которые вернулись в Святую Землю. В прошлый раз мы успели разобрать только первый список из нескольких имен, около 11 имен, в зависимости от того, как мы будем считать Мордыха и Бельшан разных, как что это, как раз две личности, или же Мордыха и Бельшан, как один человек. И говорили мы о лидерах. Здесь перечислены лидеры, неважно из какого колена они происходили, это были важные люди, поэтому их перечисляют в самом начале. А после список делится на несколько групп, и об этом мы начнем разбирать. Но важно посмотреть на первый стих и разобрать, что там говорится, есть ли какой-то смысл в этом стихе и в некоторых других. Вот давайте я вам зачитаю. А вот жители страны, возвратившиеся из плена, те, которых изгнал на выходные царь царь Вавилонский Вавилон, те, что возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в город свой. Вот слово «каждый в город свой», оно не вызывает подозрения, оно вызывает интерес, потому что слово, на первый взгляд, лишнее, а лишних слов, как известно, в Танахе не бывает. Каждое из них несет, каждое слово, каждая фраза несет в себе какой-то смысл. И, разумеется, что и эти слова несут какой-то смысл, какую-то информацию. Потому что сказать, что они вернулись в свои города, да, ну, понятно, куда они, куда люди еще могли вернуться. Возвращались в свои города, те, кто помнили, или же еще дожили до этого времени те евреи, которые были изгнаны когда-то из святой земли, и они возвращались непосредственно в свои собственные дома, на свои земли, там, где прошла их большая часть жизни или меньшая часть жизни. Или же это евреи, которые родились уже в Вавилоне, но они, разумеется, стремились также в свои семейные уделы. Слышали об этом от своих дедов, от своих отцов. И понятно, что они разбежались по своим городам, разошлись, разъехались. Последний стих также, 70 стих, огромная глава, состоит из 70 стихов, обычно стихов гораздо меньше. Так вот, 70 стих звучит так. «И поселились священники и левиты, и кое-кто из народа, и певцы, и стражи ворот, и подданные в городах своих, а весь Израиль в городах своих». Опять же, ну а где же им еще быть? А Израиль поселился в городах не своих. Понятно, что они пошли в свои города. Так вот, комментаторы пытаются увидеть здесь, пытаются расшифровать намек на присутствие представителей различных колен. Почему нам это так важно или а почему и нет? Опять же, какая ухи душ в этом, какая новость? Дело в том, что комментаторы разбивают этот список огромный на две основные группы. Две основные группы – это первая часть евреи, которые перечислены поименно, то есть не поименно, а по фамилиям своих, по названиям своих, именам своих кланов семейных – это иудеи. После этого список переходит в… в списке начинают перечисляться люди-уроженцы определенных городов. Столько-то человек из такого-то города, столько-то человек из такого-то города. Комитаты утверждают, что здесь идет речь о колене Бенемина. И это понятно, потому что колено Бенемина – единственное колено, которое осталось вместе с коленом Иуды после разделения храма, после разделения народа на две части, времена еще первого храма, времена сына царя Шломо и Рехавама, Рехавам бен Шломо, во времена его правления народ отделился, разделился, и существовало так на протяжении многих сотен лет, существовало два параллельных государства – еврейское северное царство, десяти колен, и Иудея со столицы Иерусалимского храма, с которой также осталось колено Бенемина. И вот, когда ушли в изгнание первые колена, это два с половиной колена, которые жили в Зайордане, за рекой Иордан, на территории современной Иордании, колено Гада, колено Рувена и половина колена Менеше. Они ушли в изгнание первыми, потом ушли в изгнание и остальные десять колен, северное царство было покорено Санхеривом, люди были угнаны в неизвестно куда, и вслед за этим было 130 лет еще правления Иудеи, жизнь в Иудее, после чего пришел Набухаднецер, и царь Вавилонский лишил независимости государства Иудеи, и по идее всего этого стало разрушение Иерусалимского храма и уход евреев, изгнание евреев на чужбину, в Вавилон, в Персию, в общем, то, чем занимается книга Эзра, возвращением евреев из изгнания. И, разумеется, что два этих основных колена, Иудеи и Бенемин, из уроженцев этого колена и состоял, основной список вернувшихся евреев, будем считать, что их действительно было около 200 или чуть более 200 тысяч человек, по мнению Абраманеля в книге Майоней и Юшуа, который утверждает, что 42 тысячи, о которых говорится здесь, в нашей второй главе, в конце этого списка, это 42 тысячи только мужчин, взрослых мужчин, как те 600 тысяч евреев, которые выходили из Египта, вместе с ними были малые дети, старики, женщины, и они не попадали в эту категорию, в этот список. Наши мудрецы оказались не ленивыми, и они взяли и посчитали. Список начинается так. Потомки Фараша 2702, потомки Шфати 372, потомки Араха 775, можно сосчитать. И даже те, которые уроженцы Бетлехема 123, просто читая наугад 21 стих, стих 17, потомки Вайцайя 323, вот когда они взяли калькулятор и сложили все вместе, посчитали все вместе, эти цифры оказывается чуть более чем 30 тысяч человек. Ну, извините, нам сказано здесь 42 тысячи человек. А куда-куда делись эти люди, куда они исчезли, или точнее, откуда они взялись? Кто эти люди? О них ничего не говорится. Некоторые комментаторы просто выходят из положения, утверждают, что речь идет о дополнительных волнах репатриации из Вавилонии и из Персии до того момента, как был наложен на это опять запрет. Другая часть комментаторов утверждает, что здесь идет речь, вот эти вот 12 тысяч человек, это есть представители других колен, которые еще остались неассимилированными там, в Вавилонии, в Персии. И евреи, придя туда, спустя 130 лет, евреи колена Иуды и колена Бениамина, застали их там, они встречаются с ними, и вот основная масса из них уже исчезла с лица земли, потому что они-то, и когда жили на святой земле, не очень соблюдали законы Торы. А там без этого, без законов Торы, без иудаизма, без приверженности к нашей традиции, ассимиляция делает свое дело, и она просто косит, уничтожает евреев, как и другие народы. И поэтому от этих 10 колен практически ничего не осталось. Хотя в пропорции должно было быть в 8 раз больше, чем колена Иуды и Бениамина, пришедшие туда. Но те, которые еще каким-то чудом, по какой-то причине, считали себя евреями, остались евреями, знали о своем происхождении и хранили его, и могли, по-видимому, это еще и доказать. Они вот объединились там в этом горе, в этом изгнании вместе с коленом Иуды и Бениамина, и теперь решили также вернуться в святую землю. Уже от них точно не осталось тех людей, которые помнили еще свои семейные наделы, уделы, свои делянки, свои деревни, свои города. Но потомки их, по-видимому, так воспитанные, и по каким-то другим причинам, а причин будет много, мы об этом еще поговорим, решают вернуться в святую землю. И вот эти слова «каждый в городах свои», в них находят намек некоторые комментаторы на то, что на присутствии многих колен, на присутствии представителей других колен. Потому что, можно было бы сказать, и расселились они в Иудеи, и расселились они в окрестностях Иерусалима. Иудеи – это как раз районы, которые недалеко находятся от Иерусалима. Колено Бениамина также находится недалеко от Иерусалима. Оно протягивается, как полоска, от где-то северной границы Мертвого моря и до гор Мадииновских или холмов Мадииновских, там, где сегодня находится город Мадиин или Мадиин-элит-Кириа-Цефер, ортодоксальный город, там, где я живу. И вот эта вот полоска вплоть до центра Самарии, недалеко от поселения Шило, вот эта территория, приблизительно, на которых находилась колено Бениамина, самое маленькое колено в народе Израиля. И в численности, и в территориальном плане. Хорошо, скажете вы, спросите, но если уж были у нас какие-то другие колена, и они, представители этих колен, могли доказать, что они евреи, иначе их бы просто сюда не пустили бы, почему же их не перечислили? Было бы очень интересно, сколько колена. От колена Шимана 45 человек. Очень интересно, что, как, что сохранилось. Наверняка можно было построить на этом какие-то теории, вот у этого колена было больше традиций, вот поэтому у них аж целых 500 человек сохранилось, а тут целых 35, потому что... Почему наши мудрецы не написали это? Наверняка знали, но не сказали. Вот здесь вот скрывается некое... Существует объяснение или теория, теория конспирации по поводу того, в каком состоянии жили, что происходило, какой контекст был всего этого, какой фон был, на фоне каких событий происходили все эти события, и в каких жутких условиях наши мудрецы совершали всю эту великую репатриацию, великое возвращение, подъем в святую землю. Дело в том, что персидские цари совершенно не желали лишаться власти и гегемонии над еврейским народом. Это понятно. И дашь сегодня волю одному, завтра и другой попросит или потребует. И так очень быстро империя развалится. Никто не собирался давать иудеям автономию государственную, автономию на уровне политическом, хотя автономия духовная им была предоставлена и на том спасибо. Как только евреи приедут, прибыли в святую землю, здесь они встречаются с новыми жителями святой земли, с самаритянами и представителями других народов. Об этом уже начнем говорить в следующей главе, в третьей, четвертой главах, и на протяжении всей книги из Женихемии люди эти ставили палки в колеса евреям, как только могли. И сразу же, как только они узнали, что евреи привернулись в святую землю с разрешением на возрождение духовного центра, на строительство, возведение второго храма, сразу же начали посылать туда депеши, кляузы, различные письма, без остановки. Смотрите, слушайте прошлый урок, даже сам Аман с своим сыном был послан из святой земли в Персию, так говорят некоторые источники. И евреям нужно было постоянно оправдываться, постоянно доказывать, что они не собираются поднимать бунт и не возводят храм для того, чтобы сплотить вокруг него весь народ Израиля и потом поднять бунт, поднять восстание и добиться таким образом независимости на уровне государства. Некоторые вещи очень бросаются в глаза. Например, будет перечисляться дальше в книге Эзры способ возведения стен, который было разрешено сделать, стены вокруг самого храма. Пока что еще не крепостные стены, об этом речи и быть не могло. Это, как мы упоминали вкратце, смог добиться только сам Зрубавель, который уже потом зовется Нехеми, и только после этого ему возвращают имя Нехемия. Почему я говорю «возвращают»? Потому что Зрубавель – это было прозвище, это было такое кино и такое имя его, символ того, что он родился на чужбине. Не Зрубавель, семья его было отца, посеяно в утробе матери в Вавилоне. Но на самом деле при обрезании его его назвали Нехемия. Это было его настоящее имя. Но само наше состояние нашего народа, само положение его, оно как бы не соответствовало этому имени Нехемия, утешенный Всевышним. И поэтому используют наши мудрецы имя Зрубавель. Не Зрааба был тот, который был зачат в Вавилоне. А вот, или посеян в Вавилоне. Вот когда Нехемия возвращается с разрешением на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, это уже было знаменательное событие, несмотря на то, что храм уже был отстроен. И поэтому его теперь называют Нехемия, утешенный Всевышним. Но есть еще одно мнение, есть еще одна причина, по которой именно здесь употребляется все время имя Зрубавель. Ведь мы знаем, что Нехемия, он единственный потомок от дома царя Давида, от династии великой царя Давида, царя Соломона и всех иудейских царей. Он продолжатель той линии. Он законный царь. Разумеется, если вдруг персидские власти увидят, что здесь находится Нехемия, наследный принц, человек, который имеет право обладать престолом царским, восседать в Иерусалиме, ой, ну это же так опасно, это же так опасно, это у них не просто лидеры, не просто духовные лидеры, а это вот именно те люди, которые только об этом и думают, как поднять бунт, как сплотить вокруг себя народ, как добиться какой-то независимости и восседать потом на троне, царском троне, истинных еврейских царей, дома Давида. Поэтому предпринимались все меры закамуфлировать. Это и не афишировать, не показывать наружу, выставлять, вот нас Нехемия, а если вы разберете все его родословно, так вы узнаете, что он царь, потомок великих царей. Зруба, Вель, кто? Такой еврей, который был, а имя такое, имя, имя в этом говорит, посеянный, рожденный зачатый в Вавилоне. Все как бы успокаивает бдительное око властей. Вернемся, я начал рассказывать о том, как стены самого храма, какой был приказ, было указание их строить. Каждый ряд камней чередовался с рядом не камней, а каких-то булыжников, не булыжников, каких-то деревянных элементов. Как это назвать? Деревянный кирпич. В общем, один ряд кирпичей каменных, а один ряд кирпичей деревянных, если так можно назвать. Кирпичи деревянные. То есть нужно было вставлять деревянные бревна, деревянные балки. Для чего? Каждый понимает, что эта конструкция не очень устойчивая. Она с каким-то, через какое-то время попадание влаги под кирпич, держится, как правило, больше, или камень природный. Он менее подвержен разрушению и влиянию какой-то внешней среды, внешних стихий. А вот дерево, оно гниет, его могут даже какие-то насекомые, какие-то паразиты подточить. С точки зрения инженерной стена эта является очень непрочной. И это и была цель персидских властей дать им возможность построить что-то, но чтобы это, если вдруг это станет, если вдруг евреи поднимут бунт, если вдруг начнется восстание, начнется война, и нам придется, евреи, укроются за этими стенами этого храма возведенного, мы просто поднесем факел, мы поднесем огонь и сможем... Дерево это выгорит и стена просто сама по себе рухнет. Не нужно будет даже использовать таран или какие-то древние приспособления для разрушения, метательные машины для того, чтобы разрушать эти крепостные стены. Они просто сами рухнут. мы видим, просматривается. Мы это не видим, но это просматривается хорошо, и наши мудрецы, наши комендатели обращают на это внимание, постоянно, постоянно, постоянно везде фигурировали вот такие вот какие-то указания, какие-то, то есть четкий контроль, который сводит на нету любую возможность, любую возможность против бунта. Также есть Мишна-Йод, и в одной из Мишне написано, где Ки-Илим, если я не ошибаюсь, в трактате Ки-Илим, Гмары нет на этот, Айнонского Толмуда нет на этот трактат. Там говорится о том, что в устройстве ворот, какие ворота были с какой стороны, и вот с восточной стороны был ворота, которые назывались Шара-Шушан, ворота города Шушана. Шушан, как известно, это столица. Персии древней, и евреям было приказано сделать на, в тот момент, когда они поднимались на храмовую гору, им приходилось проходить с одной стороны через ворота, восточные, и вот эти ворота, на них был сделан барельеф, какое-то украшение, напоминавшее им о столице, на котором было изображение столицы, герба его, или, ну, в общем, то, что напоминало евреям о том, помните, кто вами правит, помните, под кем вы находитесь, и кто вам дал разрешение на возведение этого храма. Вновь повторимся, все это говорит только о том, что евреям очень нужно было вести себя аккуратно, и поэтому они предприняли массу конспиративных действий, которые свели бы на нет подозрения, или не вызывали бы подозрения у спецслужб, охранки персидских императоров, которые могли бы заподозрить в этом что-то неладное, неподходящее по их духу. Все это было как бы ответом на вопрос, почему конкретно не перечислили те десять колен, или представители тех десяти колен, которые еще остались, которые поднялись если же были, так почему же не написали, не написали целенаправленно. Еще один момент, есть Мишна в трактатике Душин, шестьдесят девятый лист, страница Алиф, в которой говорится, что десять видов родословной поднялись в святую землю из Вавилона. О каких родословных говорится, десять видов евреев или неевреев. Итак, коины, левиты, израильтяне, то есть коины, левиты, это понятно, а израильтяне это обычные евреи, представители всех других колен. Халалим, герим, халурим, сейчас мы по всем пунктам пройдемся подробно, подробнее. Мамзирим, нетиним, штуким, асуфим. Итак, кто эти евреи и не совсем евреи. коины, с этим все понятно, левиты также, израильтяне, евреи из остальных колен. Халалим, кто такие халалим, это коины, которые вступили в связь с еврейками, женились на еврейках, но брак этот схватывается, брак этот работает, брак этот является официальным браком, на небесах заключается этот брак, но коину нельзя жить с этой женщиной, потому что потомки его будут халалим. Халаль это опустошенный, халаль это ниша, и коин такой, как будто опустошенный от своей коинской святости, святости священника. То есть это были коины, которые не могли служить в храме. О каких браках идет речь? Коин, который женился на разведенной женщине, разведенной еврейке, опять же идет речь о коин гадоль, а коин гидиот, простые коины, им разрешалось это делать. Вдова также в этом списке, женщина, которая прошла гиур, и стала частью еврейского народа, но связь запрещена, коинам запрещено жениться на них. И вот дети от таких браков, они сыновья, которые рождались, у девочек проблем нет, а у мальчиков они имеют право войти в народ Израиля, они имеют право быть обычными евреями, соблюдать, как все заповеди, ходить в синагогу и так далее, но все коинские почести им не полагаются, потому что они, в принципе, коины в прошлом. Они имеют отца коина, но не обладают правом служить в храме и, соответственно, получать какие-то льготы, привилегии, которые полагаются коинам, например, получать турмот в храме, например, подниматься в синагоге утром, и по утрам это где? Это молитва шахарис, это только в Эрд-Исраиле, в Худсларис, коины благословляют народ только по праздникам. Вот, подниматься, благословлять евреев в синагогах им тоже, по-видимому, не полагается, ну, и все остальное связано с коинами. Герим, понятно, не евреи, которые были рождены не евреями, но они прошли геюрх и стали частью еврейского народа. Харуим, Харуим от слова шихруру. Шихруру это освобождение, и рабы в те времена, сегодня такой реальности нету, но в те далекие времена, когда рабство считалось законным, рабство признавалось и имя определенный статус, то если у еврея, если еврей покупает не еврейского раба, этот раб тут же обязан соблюдать все заповеди, которые зависят от времени, как женщина, и как только этот раб освобождается, тогда этот раб становится как герр, как еврей, он автоматически, если его хозяин освобождает, он становится обязан соблюдать все заповеди, были потомки таких же, пока все в порядке, то есть это нормальные кошерные евреи, которые являются частью народа Израиля, ну, халалим, опять же, у них есть проблема, но проблема в сочнике зрения коинской, на самом деле это не совсем маленькая проблема, потому что если коин женился в те времена далекие, хорошие на такой даме, то его просто били палками, пока палками, ему давали плети, пока он, причем, молкот мордут, что это означает, это не 49 или другое количество, которое ему установит медицинская комиссия, сколько он может выдержать, ну, не больше 49, не больше 39, а лабаим молкот, или же там 3 или 5, в зависимости от состояния здоровья, а это его должны бить, пока он не разведет, то есть дают 39, потом он вылечивается, и если он говорит, нет, я все равно не разведу, я люблю ее, я хочу с ней жить, меня все это устраивает ему, продолжают, и так, пока, пока, пока не вынудят его развести, вещи совсем не безобидные, но это евреи, которые, по крайней мере, имели право жить нормально, функционировать, жить, соблюдать заповеди, быть частью еврейского народа, вот мамзыры, мамзыры, незаконорожденные евреи, и их потомки, вот такие тоже вернулись, такие тоже вернулись, скажите, пожалуйста, зачем их нужно было возвращать, пусть бы они остались там, да, они также обязаны соблюдать все заповеди, да, они также являются с точки зрения соблюдения заповедей и обязанностей их на это, такими же, как и другие евреи, и даже мамзар, талмит хахам, мудрец Торы, он предпочтительнее, чем Коэн, не уч, в какой-то степени, то есть не везде, но в каких-то ситуациях, о каких-то ситуациях это также сказано, но, может быть, пусть бы остаются не там, так вот, поясняют комментаторы, что на самом деле вот эти 10 юхсин, они не только показывают на ту порчу, которая произошла в народе Израиля за 54 года пребывания на чужбине, тот уровень ассимиляции, а также и говорят о том, что вообще это было все сделано не случайно, это не случайно, Эзра, который, как мы уже много раз будем упоминать, который руководил всей этой репатриацией, всей этой алией, всем возвращением в Святую Землю, он преднамеренно вынудил многих евреев, у которых были различные проблемы, а мы увидим здесь, что здесь были проблемы недоказуемые, были ситуации, когда просто не знали, кто этот человек, что иногда там были семьи, что тогда, то есть они женились с коинами, коины с какой-то семьи, коинской, нормальные, кошерные коины, брали себе невест из других семей, тоже кошерных, нормальных, но семьи эти были настолько важные, скажем так, дворянские, семьи богатых людей и очень известных в прошлом, так фамилию брали по женам, и вроде бы с точки зрения связи все в порядке, нормальный брак, нормальный еврей, эти кошерные евреи, эти кошерные евреи, но не могли знать, кто, если, допустим, девушка из семейства коинов выходит замуж за обычного еврея, израильтянина обычного, из других, при среде других колен, она теряет право на все коинские льготы, и наоборот, женщина из других колен, выходя замуж за коина, она становится, имеет право кушать трумот и так далее, пользоваться теми же льготами, как ее муж, так вот, иногда путали фамилии из-за того, что девушки были из семейства не коинов, но они были очень важные, шли, брали фамилию, как мамин сибиряк, да, он и мамин, да, он и сибиряк, наверное, и мамину фамилию, и папину, я не знаю, может быть, это просто выдуманный какой-то псевдоним был, но он брал и такую фамилию, и старую свою фамилию, так вот, иногда брали наоборот только девичью фамилию, и получалось, что вроде бы они коины, но фамилия у них не коинская, потому что в те времена все знали хорошо, знали друг друга, известно же, сегодня мы кто? Мы кто? Неправильный вопрос. Сегодня коины наши, кто они по статусу? Они точно коины? Или это? Мы, говорят наши мудрецы, сегодня все коины, это коаней хазака, то есть мы полагаемся на какие-то данные, что это по-видимому, а не коины, и мы позволяем им что? Подниматься на духан, подниматься утром на, как я уже говорил, благословлять народ. По-видимому, такого человека желательно не попросить пойти и купить. Ты идешь сегодня в гастрону на утром, купи мне пакет молока. Лучше не просить, потому что вдруг он действительно настоящий коин, это не как бы использование возвышенных людей, которых Всевышний выделил для служения в храме, для служения Всевышнему, ты используешь его как бы не по предназначению, или пренебрегаешь этим. В этом плане все нормально. Выкупить первенца. Рассказывают о Виленском гаоне, что как каждый новый коин, который попадал в Вильна, в его синагогу, в его зону, его проживания, и он встречался с ним, он каждый раз просил, чтобы тот выполнил обряд выкуп первенца. Эпидиона Бен, как в Виленском гаоне, говорят о нем, что он был, известно о нем, что он был первенец. И каждый раз он это делал. Почему? Потому что он не был, мы не можем быть уверены сегодня в том, кто коин настоящий, а кто нет. Откуда они взяли что-нибудь коин? Дедушка был, прадедушка от прадедушки тоже услышал. И вот только когда к нему в город или в его синагогу попал один знаменитый коин из семейного клана по фамилии Раппопорт, по-моему, Раппопорт, тогда было известно, что вот эти коины, о них вот говорят, что у них вот уже железная хазака, не просто хазок, она что-то вроде бы как, всю жизнь был коином, сейчас тоже. Это коины настоящие, коины, которые еще до, каких-то там еще сотни лет назад имели четкое представление, четкие родословные или, может быть, даже какие-то книги, метрики, которыми они могли, по которым они могли доказать свое коинство. В общем, мы были на самом деле среди мамзерим. Мамзерим, Эзра Асофер сделал так, он вынудил всех проблемных евреев, у которых или проблемные коины, они, с точки зрения еврейства, у них все в порядке, можно с ними жениться, они могут жениться с кем угодно, но вот, непонятно, можно ли дать им, а тогда была совсем, совсем, совсем непростая навкамина, навкамина, как бы сказать, на деле, на практике было, была какой-то какая разница, можно ли давать им служить в храме или нет. Так вот, всех он таких людей отослал, собрал и вынудил, чтобы они отправились в Святую Землю. Получается, что хоть и так немного было людей, всего 200 тысяч, около 200 тысяч человек, евреев, и среди них при этом присутствовало большое количество проблемных людей с проблемной родословной. Почему? Зачем он это сделал? В Святую Землю, так наоборот, пусть бы остались там, в Вавилоне, пусть там и живут себе, и может и там как-то или решится вопрос, или не решится, в Святую Землю отправить все проблемы. Так, да, там в Персии было очень тяжело с ними бороться, заставить их поднять архивы, заставить их пошевелиться немножко, заставить, может быть, пройти Гиур, если у кого не было, ну, совсем никаких документов, и никак они не могли доказать ничего, потому что там, ну, что мы в Персии, у нас тут демократия или власть персидская, и если ты надавишь на него, человек может пойти пожаловаться властям, и им скажет, вот что здесь, Америка, как раз, Зихроноли Враха писал в своей книге, когда их поймали где-то там на соблюдении Тур, или какой-то подельник, нееврей, сдал их там в Узбекистане, их, их, что там было, у них Амута, кооператив какой-то, вдруг пришли ГБшники сразу, ну, что тут у вас, Америка, развели здесь соблюдение иудаизма, тяжело бороться, а там, там-то и в основном основная масса Пех, представителей персидской власти, руководителя, главой всей вот этой вот самой минимальной пахва, самой маленькой административной единицы Персидской империи, так этот Пеха обладал возможностью и он есть власть, мы власть и духовная, мы власть и персидская, и государственная, и наши структуры силовые, если ты будешь обращаться куда-то наверху, все через нас проходит, в общем, там было проще заставить всех этих евреев, негодных или непонятных евреев, сомнительных евреев, разобраться в своем происхождении и поставить все точки над и. Мамзыри, откуда могли взяться мамзыри? Ну, понятно, откуда, от незаконной связи, если кто-то женатый, если супруга, женщина изменяет мужу, когда она является, когда она находится замужем за другим, но была еще и такая ситуация, были многие представители различных народов, около семи народов центральных, которыми владел Давид и царь Соломон, которые были наложниками, и они прислали своих представителей при дворе, были рабы царя, подданные, они на самом деле не совсем рабы, это подданные царя Соломона, которые со временем стали очень важными, и когда все превратилось в Тогу-Ваву, в кошмар, когда пришел на Мухаднецер, когда вчерашние вчерашние хозяева, у которых были рабы, сами сегодня становятся рабами, когда происходит такой катаклизм, такой кошмар, когда изгнание, когда все перемешивается, то многие эти люди стали частью еврейского народа, но они оставались не евреями, и они женились с еврейками, чувствуя себя частью еврейского народа, в общем, происходили какие-то такие непонятные ситуации, откуда и появилась прослойка, которые или подозревали, что они незаконно рождены, или же было хорошо, четко известно о том, кто они такие. Следующий вид людей, евреев, которые вернули не евреев, это уже точно не евреи, не тянем, не тянем, слово латет, латет, или нитан, нитан, то есть их дали, их поставили кем? Водочерпиями и лесорубами, или теми, кто собирает дрова, о ком идет речь, уже, наверное, многие догадались, о Гивоним, был такой кнанейский народ, который жил весь на территории, их жил в четырех городах, Гивон, Кфира, Бейрод и еще какой-то город, один из них это современный Абугош, Гева, о, вспомнил, что-то в книге, в книге Шмуэля мы об этом подробно говорили, и в этих городах, все эти четыре города находились на территории колена Бениамина, эти Гивонцы по основному их городу центральному, где находился, наверное, их правитель, их называли Гивоняни или Гивонцы, Гивоним на иврите, они испугались Юашуа и народа Израиля, который пришел в Святую Землю, подступил к границам Святой Земли, они ошибочно полагались, что в то время, когда можно было Леошлим вступить в шалом, заключить мирный договор с евреями, время-то прошло, они его упустили, поэтому они решили заключить мирный договор путем неправды, путем хитрости, они прикинулись, одели старые разбитые сандалии на ноги, сняли шапки, чтобы лица их загорели, и лица были, кожа была обветшалая, как бы, обветренная, как будто бы они путники, и которые странствуют по миру уже много, много, много месяцев, они взяли мех с вином и с водой, старые, разбитые, потрескавшиеся, с заплатками, и пришли к Йошуу, сказали, мы вообще-то хотим с вами заключить мирный договор, но мы не являемся жителями Святой Земли, мы откуда-то из других краев, и Йошуа по ошибке заключает с ними договор, обязывающий принимать их как своих, обязывающий заступаться за них, и в общем все, что дальше происходит, это популярно, подробно описано в книге Йошуа, а для нас важно то, что мы, несмотря на то, что договор был ошибочный, и в принципе он не имел силы, тем не менее Всевышний сказал Йошуа, чтобы народы мира не подумали, что евреи легко отказываются от своих обещаний, от своих слов, от своих клятв, и будет таким образом осквернение имени Всевышнего, Всевышний сказал оставить их, поскольку это были кнаонейцы, их нельзя было вводить в народы Израиля, делать им, даже если они согласятся, пройти Гиюр, и вот этот народ, народец небольшой, представители кнаонейцев, древних, живших здесь до евреев, они остались жить среди народа Израиля, они фигурируют еще в книг, в конце была очень неприятная история во времена царя Давида, когда был голод из-за них и они не будем отвлекаться, и вот они дожили, они дожили до этих времен и тоже были изгнаны из Святой Земли, их поставили, они отвечали, были ответственны за доставку воды в храм для различных нужд и за доставку древесины, точнее бревен, которые использовались потом при сожжении, при отоплении, была миква, например, которую отапливали в храме, в который окунались коины, на самом деле отапливали не сгоревшими бревнами, а разводили костер и туда опускали металлические огромные болванки с шестами, потом эти болванки опускали в холодную воду, они остужались, отдавая свое тепло этой воде и таким образом коины окунались в не совсем ледяную воду. И также для жертвоприношений нужны были дрова. И вот эти вот нетиним, поскольку на тну их поставили, их дали, их поставили, установили для вот такой должности определенной, это была их работа, это была их парноса, и так они сотни лет, больше 500, почти 500 лет прожили так, в святой земле, как же 500 лет, 369 лет простоял Мишкан Шило, а потом 410 лет первый храм, то есть больше 800 лет они прожили параллельно с евреями, внутри еврейского народа, и ушли вместе в изгнании, смотрите, и не ассимилировались, возможно, что они даже соблюдали еврейские законы, просто запрещено было их вводить в наш народ как равноценных людей, по причине того, что кнаонейцы, иамалекитяне, амон и муав, мужские представители мужчин, им запрещено приходить в народ Израиля, войти в народ Израиля. Вот эти натияним также, они также любили святую землю, они также ее помнили, они были уроженцами ее, и они хотели вернуться, и вернулись в святую землю вместе с Эзрой, вместе с с Рубавелем первая группа ее. Следующая группа это Штукин, Штукин, очень просто разобраться в происхождении этого термина, этого статуса Штуки от слова Лещток, Лещток, замолчать, молчать, евреи, у которых были, мамы были еврейки, соответственно, дети эти евреи, но папок-то не совсем известно было, точнее, совсем неизвестно, и такие были, а почему их называли Штукин, молчать, потому что сидит такой ребенок на окне, идет какой-то папа, возвращается какой-то мужчина домой, заходит в дом, он говорит, папа идет, папа идет, а мама ему говорит, замолчи, замолчи, тихо, сиди тихо, потому что чтобы не было стыдно, или он спрашивает, мама, а где, кто вообще, скажи мне, кто мой папа, и мама все время говорит, тихо, не болтает, потому что говорить об этом неприятно, потому что неприлично, асуфим, асуфим, также происходит слово осеф, асуфим это подобранные, лаософ это подбирать, собирать, подброшенные, евреи, раздается, стук в дверь, открывает еврей дверь, на пороге лежит младенец, в этом городе большинство населения персидское, вавилонское, канонейское, взял ребенка, что делать, выбросить его, умрет, взял ребенка и воспитал, тут вообще непонятно, кто он, еврей, не еврей, по идее, если большинство в этом городе не евреев, скорее всего, подбросили не евреи, с другой стороны, а чего подбросили евреям, потому что они милосерднее, тоже может быть, а может быть, потому что именно еврейка родила и хотела избавиться, к сожалению, от своего ребенка, не дай Бог, никому такой ситуации, и решила, что все-таки ребенок вырос как еврей, и она подбросила на порог какого-то еврейского дома, в общем, евреи с такой родословной поднимались в святую землю, и со всем этим нужно было жить, бороться, а мы увидим, что они даже будут пытаться именно буквально бороться со многими представителями негодными, которые не хотели подчиняться, или даже успели еще раз испортиться и развратиться даже на святой земле уже во времена второго храма, и об этом все мы будем так же говорить и разбирать это. Это вот что по поводу все, что касается начала этого списка, давайте все-таки зачитаем немного и посмотрим, пойдем по списку и будем разбирать, что если где-то будет какой-то интересный момент заслуживающий, ну, наверное, так нельзя говорить, не нам оказывать уважение или выбирать, ну, в общем, то, что я нашел, если я где-то видел какие-то комментаторы обращают внимание, останавливаются на чем-то более подробно. начнем со стиха третьего, потомки, глава вторая, книга Эзра, глава вторая, стих третий, потомки Фароша 2172, потомки Шфати 372, потомки Араха 775, потомки властителя Муава, сына Ешуи, Еава 2812, потомки Эйлама 1254, потомки Зату 9045, 945, потомки Вейвая 623, потомки Эсгада 1222, потомки Адоникама 666, потомки Вигвая 2056, потомки Адина 454, потомки Этейра из семьи Хиския, Хиския, тоже царский род, 908, потомки Вейцая 323, потомки Юраи 112, потомки Хашума 223, потомки Гибара 295, уроженцы, а вот пошли уже Бенеминяне, до этого было колено Колено Иуды, теперь уроженцы Бейтлехема по городам, видите, не по семьям, а по городам, 123, жители Нотофы 56, жители Анатота, жители Анатот, 128, Анатот, это город, это поселение, которое сегодня тоже существует, это арабская деревня, сегодня ее видно из Иерусалимских районов Пизгадзеев, может быть, Наверия Аков, не был там, не смотрел, но известно, что он находится там, в районе поселения Адам, кто хочет, кого это интересует, может открыть карты и найти, Анатот, Анатот, там жили в свое время большие нечестивцы, и у пророка Иеремияу есть такой стих, такие отзывы об этих людях, 11 глав, 21 стих, поэтому так сказал Господь о мужах, это пророк Иеремияу, поэтому так сказал Господь о мужах Анатот, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй именем Господа, дабы не умереть тебе от рук наших, хорошие люди были, поэтому так сказал Господь Свокот, вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо наведу я бедствие на мужей, Анатот, Анатота в годину расплаты, если был такой суровый вердикт, что люди эти преследовали и угрожали, не хотели слушать уже само по себе преступление, не хотели слушать слова пророка Иеремияу, да еще и угрожали ему, если такой вынесен вердикт за это, что ничего не должно остаться от них, все должны умереть, откуда же у нас вдруг представители Анатот, 128 человек, опять же, это мы скажем так, колено Бениамина, так и комментатор объясняет просто, отвечает на этот вопрос просто, речь идет о людях того поколения, то есть, те люди того поколения, которые жили во времена Иеремияу, и преследовали его, и угрожали ему, они, даже уйдя в изгнание, все там умрут преждевременно, умрут не своей смертью, и от них ничего не останется, от них самих, в том поколении от них ничего не останется, не будет уничтожено, но потомки их, если были какие-то, они успели родить кого-то, если еще какие-то маленькие дети, или вот они уйдут в изгнании, и там умрут преждевременной смертью, не своей смертью, насильственной смертью, от руки врага, или от руки Всевышнего, но и дети, которые у них родятся там, после этих времен, они останутся, и вот они остались евреями, они остались, сохранили свою родословную, и даже помнят свои края, и вот жители Анатут, 128 человек, уроженцы Азмавета, 42, уроженцы Кириат и Арима, Кириат Арим, вот эти вот города, Кириат и Арим, Кфира и Бейрод, это те города, которые это гивонцы, сейчас я понимаю, что я ошибся, несколько минут назад, когда перечислял 4 города, 4 города вот этих гивонян, я сказал, Гивон и Гева, это одно и то же, Кириат и Арим, Кфира, Бейрод и Гивон, или Геба, 743, опять же, речь идет о бенеменянах, о евреях, не о Натиним, которые жили там же, среди них, уроженцы Рамы и Гавы, 621, жители Мехмаса, 122, сегодня есть еврейское поселение, религиозные сионисты живут, там называется это поселение, Малия Мехмас, и есть там же рядышком, арабская деревня Мухмас, если я не ошибаюсь, место это известное, там была дорога, дорога важная, которая пролегает в сторону Мертвого моря, в сторону и долины Ярдан, во времена войны, за независимость, там было пролито много еврейской крови, также, смотрите, на уроках, по книге пророка Шмуэля, мы подробно разбирали, там была знаменитая история, о том, как один Йонатан, сын царя Шауля, вместе со своим безоружным оруженосцем, пошли на вылазку, и смогли обратить в бегство, целый, несколько сот тысячный стан, лагерь ферестимлян, все эти славные места, все это происходило там, вот жители Мехмаса, жители Бейт-Эля и Айя, Бейт-Эль также сегодня, это даже не поселение, а город, город в Израиле имеет статус, только тот поселение, в котором есть 20 тысяч человек, Бейт-Эль также на территориях, на север от Иерусалима, находится этот город, 223, немного, уроженцы Нево, 52, уроженцы Макбиша, 156, потомки другого Эйлама, до этого был один Эйлам, а ведь города были с одинаковыми названиями, как Новгород, Нижний Новгород, так Ростов, Ростов-на-Дону, так и был Бейт-Лехом-Иуда, и был Бейт-Лехом-Иудейский, и было много Бейт-Лехомов других, может быть, даже и в каждом колене, место, где, может быть, которое являлось, может быть, какой-то жатницей, житницей, наверное, житницей, где, Бейт-Лехом, место, куда сносился, собирался, может быть, там большой элеватор стоял, и, в общем, в каждом колене были такие города, это я помню из комментариев на книгу Меглатрут, где человек спрашивает, почему говорится Бейт-Лехом-Иуда, скажи просто Бейт-Лехом, вот сегодня у нас нет другого Бейт-Лехома, может быть, где-то за границей, как есть Одесса и Санкт-Петербург в Америке, но в Израиле другого нету, так не нужно подчеркивать Бейт-Лехом-Иудейский, в те времена была такая необходимость, и вот так же Эйлам был не один, Эйлам другой, какой, не так важно, может быть, специально не говорится, может быть, это был Эйлам из колена Рувена, а может быть, это был Эйлам из колена Ашера, а вновь не говорится, какой Эйлам, Ашерский, или Рувенский, или Данский, потому что, как мы говорили, конспирация, чтобы не заподозрили о том, что здесь зарождается какие-то, какие-то поползновения в сторону создания израильского возрождения, великого израильского государства. Потомки другого Эйлама 1254, потомки Харима 320, уроженцы Лода, может быть современный Лод вполне, Хадида и Оно 7025, уроженцы Ерехо 345, не удивляйтесь, как можно было жить в Ерехо, ведь было такое проклятие от Его Шуа, было проклятие, по которому запрещалось, отстроить город Ерехо, даже назвать его Санкт-Петербургом, это запрещалось, на том месте родном, или же построить другой любой город, в любой точке Израиля, не на том месте, где произошло разрушение и захват этого города, а в любом другом месте и назвать его также Ерехо. Если же кто-то это и сделал, он, как это было с Хиелем из Бейт-Эля, вот как раз с Хиелем из Бейт-Эля, который мы здесь сегодня перечисляли, и даже если он это и сделал, и поплатился за это, похоронив 10 своих сыновей, после того, как город этот отстроен, в нем можно жить. Для других евреев запрета нет. Поэтому 345 уроженцев города Ерехо и уроженцы Сенаа 3613-30. Время наше подходит к концу. Только сегодняшнего занятия. Продолжим. И еще раз. И еще раз. И еще много раз. Попробуем через неделю. Мы остановились как раз перед Коинами. Дальше с 36 стиха начинается список Коинов. И тут, в виде анонса, я вам пообещаю интересное расследование на тему соотношения непропорциональные Коинов и Левитов. Как известно, Коины это тоже, представители колена Леви, только это люди, которые произошли от одной семьи, от одного человека, от Аарона Коина. Соответственно, их должно быть в тысячи раз меньше. А мы здесь увидим, что разница как раз обратная. Тысячи Коинов и сотни Левитов. Почему? Ответ на это и на другие многие вопросы в следующий раз. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok